Я Мордан Гулиев. Гулиев Мордан, адвокат Московского Международного колледжа «Адвокатурстатус». Я хотел бы по поводу задержания Геала Мамедова и предъявленного обвинения говорить несколько слов. Геал Мамедов, как вы все знаете, является правозащитником и главным редактором газеты «Получи Садов», который в Азербайджане многим неизвестно как газета, но тем не менее есть люди, которые в свое время знали об этом газете. Газета сама неизвестна, поскольку газета выходила всего лишь один раз в месяц из-за того, что газета не была финансирована со стороны государства. Финансировалась только с людьми, с талантской национальности в основном, которые могли как-то помочь газетам. Что касается сегодняшнего предъявленного обвинения, я хотел бы объяснить, что обвинение, я не знаю, что было предъявлено как дежурное обвинение, чтобы выходить в суд, арестовать Геал Мамедова. Поскольку Геал Мамедов, чтобы Геал Мамедова обвинять в шпионаже и измене государства, надо было тогда вынести в суд ходатайство с доказательством, которое в суде были приняты во внимание со стороны суда, и адвокаты, конечно, своевременно могли бы свое видение сказать в суду. Я считаю, что дежурное обвинение в качестве обоснования для ходатайства было предъявлено именно в связи с тем, чтобы суд удовлетворил это ходатайство, иначе органы предъявления следствия не могли бы предъявить такие основания для удовлетворения ханатайства. И суд, конечно, выносил постановление о заключении под стражу, поспешно тоже, тем более на три месяца, человека, который известен в этом обвинении как правозащитник. Я считаю, что суд мог на таком случае вынести иную меры причины, не связанные с причиной свободы, но тем не менее суд не стал в суде закона, а получается, что он учил в важной элите. Что касается самого обвинения относительно шпионажа и измены, я хотел бы донести до сведения органов предъявления следствия, чтобы не повторялось то же самое обвинение, которое было в свое время предъявлено на Брюзову Мамедову, в итоге который был убит в следственной колонии строгого режима. Значит, органы предъявления следствия не должны голословно сказать о том, что Гилал Мамедов работает на иностранную разведку, они должны доказать, что лицо, которому передавали сведения якобы, то лицо тоже должно работать либо на иностранное государство, либо на организацию, которая работает на государство. В противном случае это обвинение является ложным и голословным, и оно будет полна служебным подлогам, нежели доказательствами. Относительно самого Гилала Мамедова, что могу сказать? Гилал Мамедов – это авторитетный человек, который на самом деле в своих действиях никогда не имеет никаких противоправных действий относительно азербайджанского государства. Государство на самом деле получается, что задерживает лиц, которые хоть каким-то образом могут повлиять на сознание здравомыслящих граждан. Поэтому мы считаем, что обвинение не должно выходить за рамки закона. Первым делом государство должно повлиять на таких представителей органов власти, то есть органов предварительного следствия, если они занимаются должностным преступлением. Если государство остается иностранным и говорит о том, что мы не вмешиваемся в дела органов предварительного следствия, якобы у нас демократическая сторона, в таком случае не должны быть такие голословные обвинения. Иначе нельзя объяснить вот такие обвинения, и государство не может никак оправдаться, поскольку и Министерство внутренних дел, и прокуратура все подкиняются президенту страны. А президент является гарантом конституционных прав любого человека и гражданина. И все, в принципе. Большое спасибо.